Больше добавить свет? Нет, подожди, не надо. Блин, тут неудобно, оно не стоит как надо. В нашей машине лучше. Всем приветик! Сегодня 21 января, и хочу сказать всем спасибо огромное за комментарии, такое большое количество комментариев под прошлым видео, о том, что губка миломиновая, миломиновая эта губка, которую я купила, и что она на самом деле прикольная. В общем, я уже посмотрела видео об использовании этих губок, опять-таки, благодаря тому, что все дружно написали в комментариях, как она называется. Поэтому я теперь знаю, что у ней посуду мыть нельзя, но я не собирала ни ней, а ей. Ты знаешь, что в русском языке правильно говорить ей, а не ней? Е-ю, вот так. Е-ю. Е-ю посуду, ну это очень непривычно для нас, реально, ну в Украине по-другому говорят. Е-ю не буду и не собиралась мыть посуду, и она оказывается ядовитая, поэтому все поверхности, которые е-ю вытирают, нужно обязательно потом еще дополнительно вытирать. Но она незаменима в некоторых моментах. И я обязательно, когда буду ее использовать, вам покажу, получилось у меня или нет. Ну а у нас уже начало седьмого. Я сегодня ничего не снимала днем, ничего особо не происходило. Все как всегда, как обычно. Мы сейчас ездили в эпицентр с Артемом, купили какую-то штуку для машины, машины. А теперь ждем, сейчас придут оголять плечи Артема. Ты что, будешь это снимать? Я не буду это снимать. Ну я вам потом расскажу, как все прошло. Массаж делать? Артем тоже расскажет, потому что у него там шевелюра целая на плечах. Да что ты такое рассказываешь? Ничего меня там нету? Ты что? Никакой у меня шевелюры нет. Там нет никакой шевелюры. Не плакай. Все будет хорошо. Вырастут снова. Опять будешь волосатый. Тихо. Артем только что сделал депиляцию, он тут лежал на кровати, распластавшийся. Все пережил. Даша, эта девочка, которая делала, говорит, все, Вика, уходи, а то мужчины эмоциональные в одном плане. Лучше, чтобы тебя не было, чтобы некому было жаловаться. Ну как, все прошло. Как спина сгорела. Ты видела у меня депиляция, естественно. Естественно, депиляция у Артема здесь. Вытерлась, прикинь, волосы просто вытерлись. Чего не вытирается там, где надо, да? Короче, у Артема теперь спинка, как у младенца. Внизу не дал убрать на спине, я сказала, нет, остави. Нет, там, не дам. кто так надо, по-мужски так. Я ж мальчик. Ты мальчик, да. Вот, поэтому мы готовы абсолютно к отпуску. Кстати, кстати, давай расскажем. Мы же уже купили путевки, мы уже, сделай кишечки, мы уже определились, мы летим в Таиланд. Ты еще не говорила? Нет. Мы летим в Таиланд, мы уже купили билетики. У нас 6 февраля вечером вылет, ночной перелет. И 21 февраля мы вылетаем обратно, тоже ночной перелет. На Бали в это время года вообще не сезон фруктов, оказывается. У них там дожди, и даже не то страшно, что дожди, а океан из этого очень грязный. То есть, все с гор, балийцы очень неаккуратные в плане выноса мусора. Они выкидывают мусор в океан, в речки, в лес. И это все, в общем, снесет все в океан в любом случае. И в океане куча пластика. Осмотрела много об этом информации. Ну, как бы, не хочется этим портить себе отдых. Да, конечно, в Таиланде тоже это не купательный отдых, такой, скажем, не пляжный отдых. Но там все равно есть места, где можно на паромчик сесть, переплыть на соседний островок. Это там 40 минут времени занимает. И покупаться на классном, цивилизованном, красивом пляжике. Притом, там ходят тук-туки всякие вот эти маленькие. Тук-туки называются. такие автобусы открытые, они по всему побережью ходят. Короче, ты сел, махнул, он у тебя остановился в любом месте и поехал. В общем, очень легко передвигаться по Таиланду. и не нужно брать мотоцикл или там байк. В этом на Бали так невозможно. То есть, чтобы передвигаться нужен байк. Это очень стремно и опасно. Прямо. И не нужны международные права, иначе останавливают полицию и штрафуют, потому что они уже поняли. У меня международные. У тебя международные права? Да. Серьезно? Да. Ну ты крутышка. Ты что, на Бали? Ага, на Бали. Нам прививки еще надо сделать. Какие прививки? Не надо никакие прививки. Точно? Какие прививки? А если там комары покусают большие? Малярниные. То дома сиди. Нет, никакие прививки. Это но мы, может быть, поедем в какие-нибудь джунгли на экскурсию. Обязательно поедем. Да, потому что мы едем на две недели до рыбы. Я хочу словить анаконду. Да, конечно. Мы обязательно поедем на ночную рыбалку. Там есть ночная рыбалка? Там есть любая рыбалка. Можно ночную, можно обычную. Вот. Мы обязательно поедем еще на какие-то экскурсии на водопады, в джунгли. Там всякие есть прикольные места, в которых я еще не была. Надо, кстати, уже начинать искать информацию, куда мы там будем проводить время. Я очень рада. У меня как камень с души, камень с плеч. Просто, когда я уже точно окончательно этот вопрос закрыла, потому что Артем говорит, ну, куда скажешь, туда и поедем, полетим. типа и такая вся ответственность на мне. Это так всегда сложно, чтобы не запороть, не налажать. Может, не поедем? Не, поедем, полетим. А плюс в Таиланд перелет один всего лишь, то есть не надо пересадки делать, это намного проще. 10 часов? Ну, 10 часов, но так ночной специально подбирала, чтобы был ночной перелет. Мы сели, уснули, покушали сначала, уснули, проснулись, опять покушали и вышли. Все. У нас есть мега классные подушки, у которых спать удобно. И еще я закажу, наверное, билеты, которые, места в самолете удобные, вот эти, где ножки можно вперед. Да, надо завтра это сделать. Вот, так что порадуйтесь за нас. Напишите в комментариях, бывали ли вы в Таиланде, понравилось ли вам и вообще, какие места там советуйте посетить, кто там был. мы летим в Паттайю. Да. Я знаю, что там есть много островов классных, тоже в Таиланде, но я хочу в Паттайю. Я там была, мне понравилось, на эти все острова можно там по месту, если мы захотим попасть, посмотреть. Но там, во-первых, что и дороже намного на островах, вот, в Паттайю. А Паттайя весело, классно, прикольно и очень дешево. Ну, не дороже, чем у нас там жизнь. Столица Таиланда. Да, Паттайя. Матхок. Я пошутила. Матхок, я знаю. Моркок, мы прилетаем. А еще есть там Пхукет. Пхукет это остров, на который все советуют. Да. А у меня есть монопод. А что это такое? Селфи-палка. Селфи-палка? А у меня длиннее палка. Нет, у меня длиннее руки, чем у тебя. Та нет. Ну, давай померим. Нет, мы можем не так померить. А, давай так. Не-не-не, надо встать и вот так распластаться друг дружке руками. Давай померим. У меня будет длиннее. Рука? Хоть я ростом ниже, но у меня будет длиннее. Сто пудов. Иди сюда. Ну, ты же выше чуть-чуть. Трися. Нет. Ну, короче. Так что, у кого длиннее? У соседа. Малыш, что ты хочешь на ужин? Я на ужин хочу помел и хурму. Хурма в морозилке надо разморозить. О! Я хотела супик сегодня сварить. У нас еще есть картошка с грибами. Да? Да. Я хотела сварить еще супик. Наверное, сейчас будем варить супик. А я, наверное, пойду помел. Что ты захотел? Иди, купи. Да? Угу. А мы лампу вешать будем? Мы хотели лампу уже второй день повесить. Может, не будем. А когда? Будем, надо хоть померить. Да, давай. Сначала схожу в магазин. Давай. Короче, полежать не получится. Ты лежал, когда тебе депиляцию делали. Хватит. О! Мне, кстати, тоже сделали. У меня ручки вот тут вот теперь не волосатые. Да. Ножки теперь у меня тоже. Показать мне хочу. И подмышки. Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так что главное вернуться мужчиной домой с Таиланда. Артем пошел в магазин, а мы с вами идем варить суп. А Маша, между прочим, готовит буженину. Только что звонила, мне уточняла рецептик. Так что скоро и на ее канале вы будете видеть часто буженинку. Ой, борщ. Суп у меня будет с пурицей. Ребят, я тут смотрю очень трогательное видео. И я его остановила, чтобы вдруг не заплакать, потому что дальше я не смогу снимать вам влог. И пока быстренько расскажу, что я делаю. Артема до сих пор нет. Уже прошел час. Я уже практически сварила суп. Делаю вон курицу сейчас еще. Короче, сейчас покажу. Его нет. Он пошел запомолить. Я не знаю, может он в другой город за ней поехал. что скажете? Как? Звонить ему что ли? Ты где? Как-то я не люблю так делать. Так. Там варится курочка с картошкой. Здесь у меня уже зажарка. Наверное, сделаю гречневый супик. Вообще сто лет такого не ела. Прям соскучилась. Здесь у меня осталась курица. Это филейки, которые я разрезала вот так вот пополам. То есть, они были толстые. Я сделала из них тонкие. И сейчас я покажу вам прикольное блюдо. Прикольный рецепт. Кстати, видео смотрю на канале. Я вам должна его порекомендовать. Все посмотрите. Лайк поставьте. Вообще, ребята, такие молодцы. Вот, называется слово пацана. Я не знаю, ну, конечно, сейчас, наверное, в рекомендациях у всех вылазит. Там несколько частей. Эта женщина, она была практически бомжом. Ела. Они ее нашли у мусора, как она там собирала себе еду. Она, оказывается, педагог. Не очень тяжелая жизненная ситуация превращалась уже в бомжа, уже превратилась. И они ей столько всего сделали, несколько месяцев полностью с ней провели. Привели ее в порядок, поставили ей зубы, сделали ремонт в квартире, отвели к врачам, ей зрение восстановили. Парень этот, который ведет этот канал, он в маске ходит, он не показывает свое лицо. Но то, что они делают, это вообще ум непостижимо. Я оставлю ссылку под видео, обязательно зайдите и лайкните видео, поделитесь с друзьями, пусть у них будет больше еще просмотров, потому что им явно нужна помощь, и я очень рада, что вы хоть таким образом мне помогут. Так, слушайте, ну это уже не шутки, его давно нет, а я что-то совсем не могла подумать, что может быть, что-то случилось. я не привыкла думать плохо, но я уже реально переживала. Сейчас наперу. Ваш выклик переадресовывается на авто... Сейчас на другой номер позвоню. Абонент, бери трубку. Разговаривает по другому телефону и тут не берет. Нормальный человек вот это ушел в магазин и пропал. И что я должна думать? Артем, не делай так. Или хотя бы бери трубку, когда тебе звонят. Короче, если по одному телефону говори, то Фазать живой. Фух, все. Так, курица. Вот. Я ее посыпала солью и приправкой для курицы. Обычно у меня другая, но та закончилась и пришла взять. Ну, просто любая какая была. Еще оказалось, что у меня нет гречки, и поэтому я варю суп с макаронами. С ракушкой. Так. Дальше берем вот такую вот бумагу. И что? Звонил и передумал? Алло. И как это понимать? Ну, сейчас буду. Ты там живой? Да, и буду сейчас сигнал. Ты вообще, ты представляешь, как я начала переживать, когда ты трубку не брал? Как так можно делать? Сейчас. Буду подождать на почту. Алло. Да. Да, и домой отхожу, потому что попросили там вывозить, приехал, и вот как она набралась, и я зато где набрать. Понятно. И это, а вы по телефону снова? Или уже? Ну, нормально, все, давай. А то я уже в милицию хотела звонить. Так, дальше. Бумажку складываем пополам, кладем сюда кусочек курочки. Он уже полностью готов к приготовлению. Вот так вот заворачиваем со всех сторон. Пришла блудная дочь. Ужас какой! Так я когда звонила, мог бы сказать, сейчас перезвоню, и все, я бы уже не переживала. Ну, Виктор, прости, я больше так не буду. Так, вот, вот это вот у меня вся курица тут, три штучки получилось, и сковородка занята. А мы будем сегодня тадам! Люстрочку цеплять новую. Мерить пока. Мерить. А, мы не прицепим, надо сверлить потолок, да? Ну, надо ту снять, это, это же не, мы за... мерить, но свет мы включим же с ней, свет мы включим, посмотрим, как-то выключим, то, да? посмотрим, как она будет. Так, разогреваем сковородочку чистенькую, и вот так вот просто кладем. Пять минут с одной стороны обжариваем, пять минут с другой стороны под крышкой. Где крышка? Крышка здесь, тут у меня еще одна сковородка, у них одна крышка на двоих. У нас еще картошки полсковородки большой. Разнообразие заказывали? Ух ты, смотрите, какая она интересная. Тут много-много диодиков, да? Угу. А что ты так задумался? Не знаешь, как цеплять? Тут просто где короче стоят. инструкции нет никакой? Так, сейчас, может, я не все вытяну. Так. как же без этого? Ну, я сделаю подборку всех примерок всего на твою голову. Много чего, ребят, я вырезала. попросьбе Артема все-таки. Вы не думайте, я не все подряд оставляю. То, что оставляю, все-таки допустимо. Артем уже взял инструкцию. Нет, так прикинь, монтаж, что два, три дюбеля, ну, и винтореза. Просто надо указано просверлить. к потолку присверлить лампу. Я такого еще монтажа не видел. Ну, обычно там раз, такой кронштейн к потолку, а если ты хочешь ее снять, потом раз, раз, сняла, и все. Что там, горит? Да, кипит. Все. Ладно, а какой провод у нас? Блин, блин, очи маволыбыми. блокейтными. Три провода. Как ты думаешь, какое у них заземление? Сейчас подумаем. Я думаю, вот этот. Коричневый? Да. А что, ты так решила? А он цвета земли. Да? Да. Логично. Обычно по цветам. Логично, хорошо. А тогда желто-зеленый. А какие еще эти варианты, кроме заземления? Плюс-минус есть шо. Есть переменные, только постоянные. Значит, смотри, я тебе сейчас скажу. Вот это переменный. Так, это вообще не показывай. А вот это постоянный. Ты знаешь, где переменные, только где постоянные? Конечно, знаю. Где? Тут в резетке какой-то. Постоянный. Что ты так решила? Потому что он постоянно там есть. А у тех, кто не платит за электричество, переменный. А у аккумулятора какой-то? Наверное, переменный. Почему нет? Переменный. Иногда он садится. В аккумуляторе? Да. Ты сам-то знаешь? Знаю. Ну и? Тут переменные в аккумуляторах постоянно. Наоборот. Всего лишь наоборот. Они сейчас проверили, чтобы я не лаженулся. Их загуглишь? Да. Я буду сейчас смеяться, если я была права. Ой. У меня тут что-то подгорело. С нашим током. Да, готово. Так, смотрите, что у меня тут получилось. Опа. Конечно, вот эту бумажку еще можно маслом смазывать, тогда она как бы поджаривается. А так она тушится внутри. Я еще никогда не делала без масла. Будет первый. и сегодня проба. Сравниваем освещение. Давай. Так, выключи то. Рубильник выключи. Там будет темно у нас тут. А как включить-то? Не включается. Торма, день, нормально. Ты можешь Ты можешь Резетку Нормально. Ты включи Свет бы еще сильнее. Резетку. Это старый этот. Страшно. Это желтый цвет. Переключил. Синяя. Ух ты. Ну, лучше. Синяя. Ух ты. Ну, лучше. Да. Да. И шо? Че? Вот, сейчас будет меняться цветами. У меня рука встала. Не меняется? Нет, нажми еще что-то. О, по-моему, меняется, да? Меняется. Ну, я не знаю, это для чего. Это не... Неудобно. Просто... Да так, по приколу. Так, давайте вот сюда вас поставлю. А мы пока тут поразбираемся. Ну, было все, собственно. Родится? Светление, конечно. Светление, ты выключил? Да. Разницу видели? Потрогай меня. Гладенький. И так, чисто полоска. Раз, и начинается шерсть. Я варила, наверное, до конца. Не надо, я же мужчина. Пусть тут будет. Ну, ну, как время. Ну, что это? Это холодный. Это менее холодный. Ой, курица. Опять я хочу ее... Смотри, пожалуйста. Это тусклее. Это светлее. О, прикинь, тут ставится на 0,5 часа и на 1 час. Через полчаса выключается. Прикинь? Да, я видела. Короче, в курицу нужно маслечко добавлять в бумажку. Тогда она вкуснее будет. Сейчас она у меня сварилась. И подгорела одновременно. Опа, смотри, иначе ничего. Ну да, теперь у нас две люстры. А когда ты ее будешь полностью цеплять? Наверное, когда с Таиланда прийти. Ну да здрасте. Два первых, что надо в потолке просверлить. У тебя бетонный потолок. И что? Ничего. Надо взять перфоратор. Я слова какие знаю? Да? Угу. Хорошо. Еще какое слово? Дрель. Дрель еще какое? Изолента. Изолента? Да. Сыня, как изолента? Знаешь много слов. Много? Да. Что такое консилер? А ты теперь знаешь слово депиляция. Консилер? Ты знаешь, что такое консилер? А, ты знаешь? Я знаю. Что? Это под глазами синяки замазывается. А что такое акселератор? Когда готовишь, готовишь суп, курицу, картошку с грибами. Вот такой. Буду помыл. Да я не буду сейчас есть на ночь. А ты что, будешь есть на ночь? Да. Да сколько жрать можно? Ну ты не ешь. Тебе нельзя. Мне надо. Тебе да. Ты что? Я люблю тебя. Ты все равно сейчас будешь со мной есть. Что ты прикидываешься? Да не. Ну, по празднике, что мясок попробуй. Вот так вот сюда. Разве что только вот. Нет, так уже девять часов. Да. Спать было. Уже можем ложиться. Артема угостили сегодня настоящим баварским пивом. А каким? Чешским. Артема сегодня угостили настоящим чешским пивом. Обещали, правда, бочонок, но зажлобились и привезли всего в баночку. Да. Вот. У нас сегодня очень-очень легкий ужин. Салатики с капустой, с оливковым маслом и курочка. Еще есть куча всего, но мой мужчина не хочет. Да, легкий кусок мяса. Ну, кусок мяса. Ну, это же курица. И как раз будет под это, да? Вот. Ну, а я еще себе заказала вот такой вот сыр. Артем купил. Мне он очень нравится. Давно его не ела. Да, у Артема еще будет, конечно, его любимая помайло. Изменял мне сегодня с ней. Так, ну, шел и не вернулся. Имя так нравится помайло. А вот в чем дело. А я-то думаю. Ничего, скоро тоже, наверное, зовут какой-то фрукт Виктория. Мы именем остров целый назвали, а ты фрукт. Остров? Да, и водопад. И водопад? Да, остров Черкасса где. Остров Виктория, не знал? Нету такого острова. Есть такой остров. Ну, покажешь на карте мне. На карте не покажу. Я не знаю. Я не ориентируюсь картами. Так, все. Всем желаем приятного аппетита. Ну, вы уже поели, я думаю. Хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, нам или дизлайки. Кому как больше нравится. И всем пока. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Давай. Да, надо. Давай. Приготовьтесь. И подписывайся на канал Виктория.